Глава 6. Наступил момент, когда мне еще раз пришлось помериться с силами с ячменным зерном. В 14-летнем возрасте, когда я бредил всякими приключениями и морскими путешествиями и мечтал о таинственных островах тропических стран, я приобрел себе маленькую парусную лодку, которой катался по Оклендскому лиману и по заливу Сан-Франциско. Мне хотелось отправиться в далекое плавание, уйти от пошлого однообразия моей жизни. Я был в ту пору молодым дикарем, цветущим юношей, с наклонностями к романтике и приключениям. И я хотел жить свободной и вольной жизнью в мире смелых и вольных людей. В то время я далек был от мысли, что алкоголь в этой жизни играет такую важную роль. Как-то раз, когда я намеревался поднять парус на своей лодке, ко мне подошел молодой человек лет 17. Он сказал, что его зовут Скотт, что он бежал в Австралии из какого-то английского корабля, приплыл на другом корабле в Сан-Франциско и теперь хочет поступить на какое-нибудь китоловное судно. По ту сторону бухты, среди китоловных судов, стоит на якоре яхта Айдлер. На ней служит сторожем матрос с китоловного судна Понанса. Может быть, я перевезу его на эту яхту, чтобы он мог переговорить с матросом. Но перевезу ли я его? Я столько слышал про эту яхту Айдлер, которая возила контрабандой опиум на Сандвичево острова. А матрос, стороживший ее, всегда возбуждал во мне острое чувство зависти. Шутка ли? Он может не уходить домой. Он все дни проводит на Айдлере, а я должен был каждый вечер возвращаться на сушу. Несмотря на то, что ему было только 19 лет, он казался мне героем. Когда я плыл мимо его яхты, он ни разу даже не всклинул на меня. Значит, мне нужно перевезти беглого матроса Скотта на яхту Айдлер, занимающуюся контрабандой. Разумеется, перевезу. На яхте услышали наши крики. На палубу вышел матрос и пригласил нас взойти на судно. Когда мы приставали к судну, я захотел показать, что я опытный моряк и постарался, чтобы лодка не оцарапала белую окраску яхты. Потом я прикрепил ее на длинные веревки к борту, и мы спустились вниз. Тут я впервые увидел внутренность судна. На одной стене каюты висела одежда, издававшая не совсем приятный запах. Ну что из того? Разве это не было настоящее матросское обмундирование? Кожаные куртки, подбитые вельветином. Синие куртки из так называемого лоцманского сукна. Зюйдвестки, высокие сапоги и непромокаемые плащи. С первого раза бросалось в глаза, что все здесь сводилось главным образом к тому, чтобы занять поменьше места. Койки были узенькие, столы складные, шкафчики невероятно маленькие. На бедных кольцах висели лампа и компас. В углу лежали небрежно сложенные карты, на стене висел календарь, приколотый циркулем. В другом месте висели сигнальные флажки, расположенные в алфавитном порядке. Наконец-то я увидел настоящую жизнь. Я сидел как равный между киталовым и английским беглым матросом. Оба юнца, киталов и беглый матрос, захотели показать, что они взрослые мужчины. Киталов заметил, что не худо бы выпить, а скот выудил из кармана несколько серебряных и никелевых монет и бросил их на стол. Киталов ушел с пустой бутылкой в какой-то притон, а легальных кабаков в окрестностях не было, и через несколько времени вернулся с этой же бутылкой, наполненной дешевым виски. Мы начали пить его прямо из стаканов. Неужели мне придется ударить в грязь лицом перед матросом и киталовым? Потому, как они пьют, сразу видно, что это взрослые мужчины. И я старался не отставать от них во впустошении бутылки со скверным виски, хотя, по совести, я никогда не променял бы на него прелестную тяночку или чудное пушечное ядро. Каждый глоток вызывал у меня судорогу. Но я переносил это стоически и не показывал в еду. Пока наступил вечер, нам удалось принести с берега не одну бутылку виски. В кармане у меня было только 20 центов, но я стоически истратил их все, хотя и не без внутреннего сожаления, ведь на эти деньги можно было бы купить столько конфет. Алкогольные пары стали туманить нам головы. Скотт с Киталовым говорили о мысе Горн, об ураганах, свирепствующих в устье Лаплаты, о муссонах, тайфунах и о приключениях Киталовых в пальдах. В ледяной воде нет никакой возможности плыть, сказал Киталов. Человека моментально скрючит судорога, и он идет ко дну. Если Кит опрокидывает лодку, то единственное спасение в том, чтобы лечь брюхом поперек весла. Тогда не потонешь, даже если холод скрючит тебя пополам. Разумеется, вторил я таким тоном, что ни у кого не могло возникнуть сомнение в том, что я буду заниматься ловлей китов в Ледовитом океане и плавать на весле. Совет Киталова я помню до сего дня. Сначала я не вступал в разговор. Я был мальчишкой, и мне еще не приходилось плавать в океане. Я только молча слушал, как разговаривали между собою испытанные морские волки. Я старался сравняться с ними выпивки, но результат алкоголя стал сказываться. Речи Скотта и Киталова действовали на меня, как порывы свежего ветра. И я перенес все воображение в дикий, безумный мир бесконечных приключений. Мы разошлись. Наша сдержанность и молчаливость исчезли. Мы почувствовали друг другу чувство самой горячей симпатии и торжественно поклялись отныне плавать только вместе. Киталов без всякого хвостовства поведал нам о многих своих неудачах. Скотт заплакал при воспоминании о своей старушке-матери, жившей в Эдинбурге. Он говорил, что она принадлежит к знатному, но обедневшему роду. Она с большими лишениями для себя скопила нужную сумму для уплаты за обучение его на корабле, обольщая себя надеждой, что он дослужится когда-нибудь до капитана. А теперь ей придется разочароваться, когда она узнает, что ее сын дезертив и что ему пришлось служить на другом судне простым матросом. Чтобы показать, что все это не выдумка, Скотт вынул из кармана письмо и начал проливать над ним горькие слежи. Мы присоединили свои слезы к его слезам и поклялись, заработав деньги на киталовном судне Маданца, отправиться все вместе в Эдинбург и отдать доброй старушке все наше жалование. Ячменное зерно помог мне победить мою застенчивость и молчаливость. И я стал рассказывать своим новым знакомым о моих приключениях в заливе Сан-Франциско, как я выходил в своей крошечной латчонке, когда свирепствовал такой ураган, что даже большие суда не решались пускаться в плавание. После этого я, или, правильнее сказать, воплотившийся во мне Джон Ячменное зерно, расхвастался перед Скоттом, что, мол, он может быть и хороший матрос, но в управлении парусной лодкой я могу дать ему сто очков вперед. Это не было враньем. Я на самом деле умел хорошо управлять парусной лодкой. Но не вселись меня, Джон Ячменное зерно, я ни за что бы так не расхвастался. Скотт, в котором тоже бурлил хмель, понятно счел себя обиженным моими словами. Но я этого не испугался. Уж если на то пошло, так я поколочу любого матроса-дезертира, хотя бы ему было и все семнадцать лет. Мы вскочили на ноги, как готовые к бою петухи. Но Толов примирил нас, налив еще по стакану. И мы моментально остыли и помирились. И снова душили друг друга в объятиях, и клялись быть друзьями, как это делали черный Мэтт с Томом Моррисеем на ранчо в Сан-Маттео. Воспоминание о них убедило меня окончательно в том, что я совсем взрослый мужчина, хотя мне всего четырнадцать лет. Разумеется, попойка кончилась пением матросских песен. Пели Скотт и Китолов, а я вторил. Тут, в каюте Айдлера, я впервые услышал «Ветер валит с ног», «Облака» и «Виски Джонни Виски». Я блаженствовал. Да, вот она, настоящая жизнь. Не то, что скучные будни в Оклинском лимане, глупая разноска газет, развозка льда и расстановка кеглей. Для меня был доступен весь огромный мир. Передо мною лежали открытыми все дороги. И ячменное зерно, разнуздав мою фантазию, рисовал передо мною в заманчивой перспективе все приключения, которые мне суждено было пережить. Мы оставили позади будничное и чувствовали себя мудрыми, сильными и великодушными, как юные боги. По прошествии нескольких лет, я скажу теперь с полной искренностью, что будь ячменное зерно способен удерживать человека надолго в таком состоянии, я не был бы трезвым в жизни ни одной минуты. Но в этом мире за все надо платить. За подъем духа мы расплачиваемся упадком духа, за возвышение – падением, за кажущееся величие – унижением и стыдом, за моменты, когда чувствуешь себя богом, моментами, которые чувствуешь себя рептилией. Когда мы хотим сжать дни и недели скучной прозы в момент, поднимающей дух поэзии, нам приходится платить за это с лихвой. Интенсивность и длительность – такие же непримиримые враги, как вода и огонь. Они взаимно уничтожаются. Могучий волшебник Джон Ячменное Зерно также подчинен законам органической химии, как и мы, простые смертные. Мы расплачиваемся за каждую марафонскую победу нашей нервной системы, и ячменное зерно не имеет такой власти, чтобы освободить нас от расплаты. Он может дать нам минуту подъема, но продлить ее не в его власти. Если бы это было иначе, ему бы молились все. За эти вспышки подъема нам приходится расплачиваться дорогой ценой. Впрочем, до всего этого я додумался после. Эти мысли были чужды 14-летнему мальчику, который сидел в каюте Айдлера с храбрым киталовым и беглым матросом, вдыхал острый запах матросской одежды, издававшей разнообразные морские ароматы, и орал во все горло матросские песни, как настоящий заправский моряк. У меня был здоровый организм и желудок страуса, способный переваривать камни, поэтому я держался еще молодцом, когда скот сдрейфил. Язык его заплетался, он не находил нужных слов, а те, которые он произносил, походили на какие-то нечленораздельные звуки. Сознание его заволоклось туманом, глаза стали мутными, а взгляд приобрел бессмысленное выражение. Мускулы его тоже не повиновались более мозгу. Он хотел выпить еще, но стакан выпал у него из рук и упал на пол. Потом я с удивлением увидел, как скот, всплакнув, кое-как дошел до койки и упал на нее, как труп. Через минуту в каюте раздался его громкий храб. Я и киталов все еще пили и посмеивались свысока над беднягой скотом. Мы выпили еще бутылку, прислушиваясь к храпу менее выносливого собутыльника. Затем очередь повалиться на койку дошла и до киталова. Так что я один почувствовал себя чемпионом. Меня, или правильнее Джона Ячменное Зерно, распирало от гордости. Я чувствовал себя взрослым мужчиной. Только что я пил в компании со взрослыми, опытными мужчинами и оказался выносливее их. Я твердо стою на ногах, в то время как они валяются на койках, как мертвые. Я вышел на палубу, чтобы освежить воздухом свои воспаленные легкие. После этого случая я убедился в том, что я обладаю крепкой головой и здоровым желудком. В то время я очень гордился этими преимуществами. Но позднее я изменил свой взгляд на диаметрально противоположный. Какое счастье не быть в состоянии выпить больше двух рюмок и пьянеть от них до того, что больше уже вино не шло в глотку. Гораздо хуже, когда человек в состоянии выпить несколько стаканов и быть, что называется, не в одном глазу. Когда необходимо пить и пить, чтобы получить, наконец, искомый удар хлыстом. Солнце уже садилось, когда я вышел на палубу. Я мог бы остаться на ночь на яхте, кое-как хватило бы на всех. Но я хотел вести себя как настоящий мужчина. Тут стояла моя шлюпка. Ветер крепчал, появились белые барашки, и у выхода из бухты было ясно видно течение отлива. Я спустился в лодку, поднял парус, сел у руля и двинулся. Лодку швыряло из стороны в сторону, как щепку. Волны окатывали меня с головы до ног, но я был сильно возбужден и распевал песни. В этот момент я не был 14-летним мальчиком, ведущим сонную жизнь в городе Окленде. Я был мужчиной, богом, и мне были подвластны стихии. Отлив обнажил то место около лодочной пристани, которое раньше было покрыто водой. Теперь оно представляло покрытое тиной пространство приблизительно ярдов в сто. Я спустил парус и начал отталкиваться веслом, но тут я убедился, что мои мышцы повинуются теперь воле джона ячменное зерно, а не моей. Потеряв равновесие, я упал головой вниз прямо в тину и, задев за какой-то железный предмет, поранил себе руку. С трудом поднявшись на ноги, бессмысленно озираясь кругом, я понял, что я на самом деле пьян. Эй, что за беда! На той стороне бухты я оставил двух сильных, опытных моряков в бесчувственном состоянии, а я выпил не меньше их и все еще стою на ногах. Я решил дойти до берега пешком. Я пошел, подталкивая лодку и горланя во все горло песни. Разумеется, расплата не заставила себя долго ждать. В течение двух дней я был болен, порез на руке стал гноиться. С неделю я чувствовал боль в ней и с трудом мог одеваться и раздеваться. Я дал себе слово, что это больше не повторится. Овчинка не стоит выделки. Слишком дорого приходится платить за удовольствие. За короткий миг бурной жизни не стоит расплачиваться длительным периодом пессимизма и тяжелых физических страданий. Когда я возобновил плавание в лодке, я старался держаться подальше от Айдлера. Скота я потерял из виду, а Китолов хотя и оставался по-прежнему на яхте, но я старался не встречаться с ним. Мне казалось, что он опять может соблазнить меня выпивкой, вынув фляжку виски из кармана. Но ячменное зерно обладает могущественным обаянием. Попойка на Айдлере вспоминалась мне как один из самых ярких моментов в моей скучной, монотонной жизни. И я охотно перебирал в памяти все ее подробности. Я приобрел много новых и интересных сведений, например, о жизни Скотта и его матери. Услышал интересные рассказы Китолова о приключениях, которые приводили меня в изумление. Передо мною открылся новый мир, новые перспективы, которые казались мне доступными не менее, чем моим собутыльникам. Мне удалось увидеть человеческую душу обнаженной, в том числе и мою собственную, и я был в состоянии оценить ее богатые возможности. Я до сих пор хорошо помню этот эпизод. Яркое пятно в моей монотонной жизни в Оклендской гавани. Я, как всегда, вспоминал о нем с удовольствием. Но мне пришлось слишком дорого заплатить за него, и я не желал его повторения. Я снова стал находить прелесть в пушечных ядрах и в мексиканских тянучках. Это лишний раз подтверждает, что у меня вполне здоровый и нормальный организм. В самом существе своем враждебный алкоголю. Я не только не любил алкоголя, он был мне противен. И тем не менее, все складывалось как-то так, что я систематически все ближе и ближе знакомился с ячменным зерном. Так что мне, в конце концов, пришлось радикально переменить свои взгляды и превознести его как своего лучшего друга и покровителя. Я не люблю его и теперь. И теперь он по-прежнему ничего не вызывает во мне, кроме отвращения. Но все-таки он мой друг. Старинный друг, разумеется. Продолжение следует...